Приветствую всех любителей необычных металлообрабатывающих станков. Занимаясь обзорами такого рода техники, я заметил интересную закономерность. По каким-то причинам, станки, которые создавались 50-100 лет назад, имеют невероятные дизайнерские и конструктивные решения. Каждый станок, как произведение искусства, и максимально отличается от своих собратьев, даже если они находятся в одной категории. Как будто раньше фантазия конструкторов находилась на другом энергетическом уровне, или мы что-то не знаем. Вы только сравните с тем, что сейчас производят. Всё однообразно, угловато и конструктивно стандартизировано. А если что-то и выбивается из рамок, то это наверняка копия старого станка. В сегодняшнем обзоре мы также с этим столкнёмся. А поговорим мы о вертикально-сверлильном фрезерном станке шведской компании Arboga Mechanica Verstad. Данная компания на протяжении многих лет выпускала широкий ассортимент продукции. Гидроножницы, листогибочные прессы, эксцентриковые прессы, стружка-дробилки, провильные станки, проволочно-вытяжные станки, трубоволочильные стенды, маленькие и миниатюрные фрезерные станки. Миниатюрный универсальный станок и очень широкий ассортимент сверлильных станков. Их популярный фрезерный сверлильный станок U2508 был хорошо сделан и универсальным станком, основанный на аналогичной серии небольших сверлильных станков, а также координатно- и радиально-сверлильных станков компании. Хотя ранние модели встречаются редко, U2508 активно рекламировался и хорошо продавался как на европейском, так и на североамериканском рынках с 1950-х до конца 1970-х годов. Сегодня этот станок по-прежнему производится в несколько измененном виде под названием «стратс». Поднимаемая и опускаемая с помощью червячно-реечного механизма поворотно-вертикальная головка была оснащена как тонкой подачей, так и быстродействующей сверлильной пинолью. Для поддержания головки в вертикальном положении рейка была отшлифована по обеим сторонам и вставлена в колонну. Для устранения бокового люфта, который может возникнуть во время работы, была предусмотрена регулируемая планка. Для привода 8-скоростной редукторной головки со скоростью вращения от 100 до 1280 оборотов в минуту, можно было выбрать либо двухскоростной трехфазный, либо однофазный двигатель с 1400 или 2800 оборотов в минуту. При 2800 оборотов в минуту мощность трехфазного двигателя составляла 0,9 лошадиных сил, а при 1400 оборотов в минуту 0,6 лошадиных сил. Также был указан высокоскоростной вариант с возможностью выбора из двух диапазонов скоростей. Выпускались столы разных размеров, но более часто встречающиеся имеют рабочую поверхность примерно 17,3 дюйма на 9,43 дюйма. С продольным перемещением 11 дюймов и поперечным 6,5 дюймов. Большинство из них, по-видимому, были оснащены шариковыми упорными роликами на подающих винтах, а некоторые шариковыми роликами в местах прохождения вала через литье. Погруженная в масло коробка передач механической подачей была опцией, но будучи очень дорогой, редко встречается. Очень тяжелая конструкция головки, наклонившись, могла с трудом удерживаться одним человеком при затягивании крепежной гайки. Хотя вертикальное положение удерживалось фиксирующим коническим штифтом, при выходе за его пределы головка фиксировалась только за счет трения на ограниченной площади. Однако, по отзывам опытных владельцев, это не является проблемой, и даже при сильном нарезании жесткость головки не нарушается. Станок, по сути, был сконструирован на высоком уровне надежности, жесткости и точности, и об этом свидетельствует факт копирования данного станка многими странами вплоть до Индии, где копия данного станка продавалась под названием WM25 Energy. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...